А выход к воротам, бросок в штангу, шайба попадает, то ли в штангу, то ли в перекладину. Довольно тюрка трактора, приходя в зону соперника. Здесь надо ждать угрозы не только от нападающих, но и от защитников в том числе. Это Куинт подключался к атаке, в перекладину шайба попадает, сел кучу в вратаря торпеда. И по-моему шайба попадает в перекладину в ворот хозяина. Надо учесть некую особенность трактора, вот видите шайба. Пострадал там кто-то из челябинцев, лежит на льду, не вижу кто это. Двадцать пятый номер. Говорил о том, что особенно трактор. Обе эти команды относятся. Опасный выход, один на один, бросок и один ноль. Хозяева поля повели в счете. Это Константин Панов, один из самых результативных игроков трактора, открывает счет в сегодняшней встрече. Панов 1-0. Моментальная какая-то контратака. И не оставил шансов вратарю в этом эпизоде. Константин Попов 1-0. Красиво, хорошо. Потом до финала. Глинкин. Быстрый, вы знаете, такой очень маневренный пятнадцатый номер. Еще один был бросок и 2-0. 2-0 моментально. Вот, по-моему, это все тот же Глинкин. Побывал около одного борта бокового, около второго. Ну и потом оказался на ближнем пятачке. Подставленная клюшка. Счет становится 2-0. Ну давайте еще раз посмотрим, для того, чтобы посмотреть, как это все-таки было. Да, 2-0. Глинкин. Из-под защитников. Безвездная игра в Риге. Моя команда Озелинша и Федорова сыграют между собой. На 25-й это Катичев. Второй раз между против. Но он на льду, помните, во втором периоде. Нормальное столкновение. Абсолютно нормальное. Он также держался за лицо. И торпедовцы вот сейчас спокойно вошли в зону. Ах, какой был момент. Можно было отыграться. 18 секунд. В ловушке шайба у Гарната. Ну не могу сказать, что поймал кураж вратарь трактора. Сегодня у него не так уж много было работы. Ну сами, прикиньте, 76 бросков в первом и во втором периоде. Итого 13 в общей сложности. Ну, по сравнению с... Ну вот это будет, наверное, сейчас 3-0, да. А в исполнении Бурдасова 3-0. Ну а что там? Бурдасов и Воробьев. Нет, не Воробьев. Потапов. По-моему, было положение в дни игры. Именно Потапов протестует против этих действий. Для действий Бурдасова. Ну, Бурдасов все время напрашивается на что там. Срок в белой форме. В это время звучит сирена. Закончилась игра. Трактор выигрывает у себя дома.